Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Букеты к монументам, венки на воду. В Самаре отметили день военно-морского флота. Дополнительные ярмарки откроются в трех районах города. Самарские власти следят за качеством продуктов на сезонных торговых точках. Минус 40 рекламных конструкций за неделю. Самара продолжает освобождать улицы от незаконной рекламы. Богатырские дружины. В поселке Жигули прошел областной фестиваль юных экологов. Сразу два призовых места. Самарский хор «Вентус» вернулся из Риги с победой. Новые подробности появились в деле о смерти пятилетнего Степа в стоматологической клинике на проспекте Ленина в Самаре. Как сообщают информационные ресурсы, ребенку внутривенно ввели пять препаратов. Атропин, супрастин, преднизолон, листинон и пропофол. А через маску еще и севаран. Однако, по мнению экспертов, это обычная практика. Напомним, 23 июля мальчик с родителями приехал из Новоклубышевска в клинику лечить зубы. Чтобы он не боялся, было решено провести процедуру во сне под общим наркозом. По версии следствия, после введения препаратов у ребенка произошло нарушение сердечного ритма. Его пытались реанимировать, но безуспешно мальчик умер. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас клиника закрыта. Следователи разыскивают пациентов, которым была там оказана ненадлежащая помощь. Самари отметили день военно-морского флота России. Торжественный митинг прошел на набережную памятника Соловецким Юнгам. Откуда в 1942 году мальчишки-добровольцы уезжали учиться в школу Юнг ВМФ на Соловецких островах. Они несли службу наравне со взрослыми. На акции памяти побывала наша съемочная группа. Митинг у памятника Соловецким Юнгам начался с поднятия Андреевского флага. Именно отсюда 75 лет назад мальчишки-добровольцы уезжали учиться в школу Юнг ВМФ на Соловецких островах. Там готовили рядовой состав флота – боцманов, рулевых, электриков, мотористов, радистов, сигнальщиков. Брали в школу ребят 14-16 лет. Юнги воевали на кораблях всех флотов. Они заменяли выбывших из строя погибших или раненых моряков. Многие из них не вернулись с войны. Из Куйбышевской области через школу Юнг прошли более 700 мальчишек. Среди них был и Владимир Каренченко. В школу Юнг он попал в 15 лет, после того, как пытался попасть на фронт вслед за старшим братом. До сих пор она у меня в сердце. Вы знаете, у нас старшина была, он говорил так, я из вас кислую шерсть выжму. Вот он и выжил из нас кислую шерсть. Сделал из нас мужиков, отличных мужиков. Почтить память моряков на набережной собрались ветераны и действующие военные. За активную гражданскую позицию и патриотическую работу с молодежью активисты получили благодарственные письма губернатора области. Среди участников торжественного митинга есть и молодые ребята, которые вступили в ряды юноармии и готовы продолжать дело своих прадедов. 425, если быть точнее, юноармейцев уже вступило в ряды юноармии. В сентября планируется еще большое количество ребят. Юноармейцы на самом деле это наше будущее. Это те ребята, которые готовы посвятить свою жизнь защите своего отечества. После минуты молчания в памяти погибших моряках во время Великой Отечественной войны и других локальных конфликтах к монументу возложили цветы. По морской традиции цветы спустили и на воду. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Дополнительные сельскохозяйственные ярмарки откроются в трех районах города. К осени в Самаре оборудуют новые торговые места, чтобы компенсировать жителям традиционную большую ярмарку на площади Куйбышева. В этом году ее не будет из-за реконструкции. Дополнительные меры развития торговли в Самаре сегодня обсудили на еженедельном совещании в мэрии. Что будет сделано, чтобы самарцам были доступны недорогие продукты хорошего качества, расскажет Олеся Корецкая. Большая продовольственная ярмарка на площади Куйбышева в этом году разделилась. Из-за реконструкции площади торговлю перенесли в три района города – Промышленный, Куйбышевский и Ленинский. Там откроются дополнительные муниципальные ярмарки. Куйбышевский район, пересечение Кряжского шоссе и Уральской улицы, Промышленный район, улица Физкультурная 101, Ленинский район, улица Ленинская в районе дома номер 142. Данные ярмарки предположительно начнут свою работу с наступлением сезона продажи местной сельхозпродукции. Сейчас мы считаем, что работа ярмарок начнется с 1 сентября. Кроме того, в этом году увеличилось количество торговых павильонов. Контроль за соблюдением санитарных норм необходимо усилить, отметили на совещании. Особенно строго нужно следить за торговыми палатками с арбузами и дынями вдоль дорог. Все точки должны проходить согласование с районными администрациями. Я бы хотел, чтобы, еще раз повторяю, здесь мы сработали в унисон с районами. Владимир Владимирович, у нас ни одной точки без согласования с районом не ставится вообще в принципе. Чтобы самарцы могли купить недорогие продукты хорошего качества, в департаменте потребительского рынка организуют дополнительные торговые точки и работают над снижением цен. Так, во всех районах Самары откроется 21 площадка выходного дня. По субботам и воскресеньям жители смогут купить овощи, фрукты, мясо, молочную продукцию от местных производителей по ценам ниже, чем в сетевых магазинах. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, События. Больше 40 незаконных рекламных конструкций убрали с самарских улиц за неделю. Работа по приведению в порядок города продолжается. Сотрудники департаментов совместно с полицией и прокуратурой регулярно проводят проверки. Во всех районах Самары убирают незаконные ларьки, автостоянки и рекламные щиты. Там, где, возможно, легализуют их работу. Подробнее Олеся Корецкая. 117 незаконных киосков вывезли с самарских улиц с начала года. Каждую неделю демонтируют порядка 10 павильонов. Работа по очищению города продолжается. Особое внимание гостевым и туристическим маршрутам, отметили на совещании в мэрии. Гостевые и туристические маршруты, мы их когда планируем расчистить? Ну, гостевые и туристические маршруты, то есть у нас там 48, из них 23 крупногабаритных. Я думаю, мы справимся все-таки до чемпионата мира однозначно. Всего в очереди на вывоз чуть больше тысячи объектов. Первым делом демонтируют небольшие киоски. Сложнее с крупными павильонами, но и они отправятся на спецстоянку, заверили в городской администрации. Также за неделю в Самаре убрали 40 незаконных рекламных конструкций. Щиты вывезли вместе с бетонными основаниями. Особенно много нелегальных конструкций убрали с больших улиц Старозагоры, Дыбенко и Авроры. Налажен мариторинг за местами, где были демонтированы рекламные конструкции. На данный момент ни одной повторной установки не зафиксировано. На очереди еще 40 щитов. Их демонтируют и увезут до 10 августа. Продолжается работа по легализации незаконных автостоянок. Их в Самаре 175. Часть из них необходимы в густонаселенных участках города. Администрации трех районов предложили узаконить работу этих площадок. Процедуру проводят через муниципальное предприятие «Городской земельный центр». В ближайшее время легализуют работу 16 автостоянок. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События. Культурно отдыхать можно и без алкоголя. В Самаре межведомственная комиссия отправилась в очередной антинаркотический рейд по общественным местам города. Проверки подверглись парке промышленного района. Нарушителей встретили мало. С теми, кого все же застали с алкоголем, провели профилактические беседы. Такие рейды, выявляющие нетрезвых нарушителей в самарских зонах отдыха, проводятся уже четвертый год. До конца лета комиссия заглянет в каждый район Самары. В департаменте общественной безопасности отмечают, горожане стали культурнее. В промышленном районе достаточно хорошие результаты. Провели более пяти профилактических бесед. Народ правосознательно понимает свои ошибки, устраняет на месте все нарушения. Жители регионы начали чаще брать ипотеку. На какую сумму взяли кредиты с начала года, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отменить роуминг по стране операторы могут уже к середине августа. Порог для невыездных должников вырос с 10 до 30 тысяч рублей. А штраф за нелегальный оборот алкоголя повышен до 80 тысяч. Рост ипотечного кредитования в Самарской области увеличился на 11%, сообщает Центробанк. На 1 июня 2017 года общий объем выданных кредитов превысил 12 миллиардов рублей. На этом все. Удачи в делах! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собака – друг человека, особенно для инвалидов по зрению. Но не все об этом знают. О проблемах, с которыми могут столкнуться хозяева четвероногих повыдырей, самарцам рассказали за круглым столом. Самара стала первым городом, который познакомился с новым проектом. С собакой все пути открыты. Андрей Горгуленко подробнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поддай. Поддай. Молодец, молодец. Дай ниточку. Молодец. Добродушный лабрадор Кая и Оксана Забродская заботятся друг о друге уже 4 месяца. Хозяйка ухаживает за собакой, а та в ответ гуляет с хозяйкой, подает упавшие предметы, знает много команд. Но в жизни собака и ее верный друг часто сталкиваются с непониманием и трудностями и в больницах, и в магазинах, и в транспорте. Не пускают в автобусы, либо выгоняют вообще. Иногда спрашиваешь, а я доеду туда-то, туда-то? Говорят, собакой нет. Это ужасно на самом деле. Мы сталкиваемся очень часто. Это все происходит не за маленького уровня информированности населения об этих собаках. Повысить уровень информированности о том, что собаки-поводыри совершенно необходимы хозяевам и абсолютно безопасны для остальных, такой целью и задалась Оксана. Она получила грант на крупном общественном форуме для реализации своего проекта «Собакой. Все пути открыты». Оксана вместе с единомышленниками проводит круглые столы и мастер-классы, где рассказывает о том, как завести собаку, куда обращаться, как за ней ухаживать и дрессировать, а главное, где с ней можно бывать. Происходит широкое информирование сотрудников учреждений, которые оказывают социальные услуги, конкретно инвалидам, и именно о собаках-поводырях. То есть дается информация, что это все законодательством предусмотрено, чтобы человек мог посещать эти учреждения. Самара – первый город, который познакомился с проектом «Собакой. Все пути открыты». Дальше у организаторов в планах южное направление – Краснодар и Ростов, а затем и другие города России. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Богатырская слобода для экологических дружин на Самарской Луке. Близ села Жигули в Ставропольском районе прошел экологический карнавал на страже природы. На других посмотреть и себя, показать, приехали 29 дружин юных защитников природы из разных городов и районов Самарской области. Уже не первый год карнавал поддерживает предприятие «Газпром Трансгаз Самара». Как работают и отдыхают юные самарские экологи, расскажет Сергей Кизоркин. Вот так с открытым забралом молодые самарские экологи сражаются в прямом и переносном смысле с врагами окружающей среды. Эко-карнавал на страже природы в Богатырской Слободе по сценарию в этом году стилизовали подрусское средневековье. Выбрали князя и княгиню, продемонстрировали удаль и силушку богатырскую. Самым важным был конкурс «Дозорный». Он подвел итоги большой работы, сделанной молодыми экологами в городах и районах Самарской области. Каждая из 29 дружин представила свой реализованный проект. Молодежь очищала от грязи и мусора родники и пляжи, наводила порядок на улицах, в парках и скверах, высаживала цветы. Мы боремся с загрязнением экологической среды, для того, чтобы Самара – это центр нашей области, и чтобы этот город был такой же красивый и чистый, как всегда. Экологический карнавал проводится в Самарской области с 2005 года. Место проведения и темы каждый раз меняются. Но основная задача остается неизменной – сформировать экологическую культуру молодежи и вовлечь ее в природоохранную деятельность. С 2015 года мероприятие поддерживает «Газпром Трансгаз Самара». Мы должны оставить нашу планету, нашу природу в состоянии лучше, чем есть у нас сейчас. И если мы с вами будем вкладывать в наших детей в развитие экологической культуры, то у нас, я думаю, что есть будущее. Так как наше предприятие занимается транспортом газа, а мои коллеги занимаются добычей природного газа, то есть каждое предприятие сферосвидетельности наносит небольшой ущерб. Мы должны не просто возмещать, а мы должны улучшать нашу природу. Факт улучшения экологической ситуации в регионе подтвердил министр Александр Лорионов. От стационарных крупных предприятий количество выбросов за последние годы уменьшилось на 15%. Это говорит о том, что наше крупнейшее предприятие нефтехимического, нефтеперерабатывающего комплекса, газоперерабатывающего комплекса очень серьезная работа проводится по модернизации оборудования. Полторы тысячи участников и гостей собрал экологический карнавал в этот раз. Место для его проведения было выбрано не случайно. В год экологии особо охраняемых природных территорий карнавал состоялся в национальном парке Самарской Лука. Один только взгляд на местные пейзажи убеждают в том, что такую красоту нужно беречь. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События. Ярко танцевали, ярко отдохнут. Студентки Самарского государственного социально-педагогического университета отправились в Крым. Это награда, которую девушки получили за победу в конкурсе уличных танцев. Состязания проходили 18 марта, в день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Свои танцы представляли коллективы высших и среднеспециальных учебных заведений Самары. В Евпатории победительницы станут участниками профильной танцевальной смены в лагере, которая организована правительством Республики Крым. На полуострове девушки проведут 7 дней. Проживание и питание полностью оплачивает принимающая сторона. А дорогу – Самарская благотворительная организация. Ждем от поездки только кучу положительных эмоций. На самом деле не знаем даже, что ожидать там. Надеемся показать и себя, посмотреть с других. И чтобы дальше только побеждать не только в этих конкурсах, а представлять Самару и дальше. Это стало возможно при активном участии Министерства курортов и туризма Республики Крым, благотворительного фонда «Радость» Самарской области. Очень надеюсь, да я, наверное, уверена, что ребята получат массу впечатлений, напитаются новыми идеями, которые привезут сюда, и мы совместно уже сможем их реализовать. Стали лучшими среди хоров со всей планеты. Самарский детский хор «Вентус» привез две награды со всемирных хоровых игр. Такие состязания проходят раз в два года на разных континентах. В этом году игры прошли в Риге. Встречали победителей торжественно. Вы для нас лучшие! Лучше вас нет! Овации звучат в зале прилета аэропорта Курумыч. Встречают здесь действительно лучших. Детский хор из Самары «Вентус» вернулся с победой со всемирных хоровых игр, которые прошли в Риге. Награды не единственное. Второе место коллектив завоевал в конкурсе «Гран-при нации». Подготовка была интенсивная, рассказывают педагоги. На протяжении двух недель до конкурса шли ежедневные репетиции. Не только оттачивали вокальные навыки, но и готовились морально. Все, что в них было вложено, они отдали с лихвой. Они молодцы. Они приехали сюда другие абсолютно. Вот после этой победы они приехали другие, потому что они увидели более 30 стран на конкурсе. Конкуренция в Риге была огромная – 156 хоров, более 5000 певцов из 30 стран. Сами участники хора считают, жюри сразили харизмой, умением показать себя и русской душой. Поразил публику триптих на тему русских народных песен. Результатом поездки стали не только награды и впечатления, но и новые друзья. Уже в сентябре хор вновь приступит к репетициям. Впереди новые песни и, возможно, новые победы на конкурсах мирового уровня. Марина Кравцова, События. А теперь коротко о других темах дня. Трагедии на воде. Вечером в воскресенье в районе первой очереди набережной у ленинградского спуска утонул 21-летний парень. После продолжительных поисков водолазы обнаружили молодого человека на глубине 3,5 метров. Тело погибшего извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. И еще один парень утонул в тот же день в реке Сок в селе Малая Царевщина. По предварительным данным, 28-летний мужчина запутался в водорослях за пределами оборудованного пляжа. Они же помешали спасателям быстро вытащить тело из воды. Крупный пожар произошел в выходные в Самаре. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На улице Днепропетровская загорелся частный дом и надворные постройки. На тушение пожара выезжали 35 пожарных и 8 единиц техники. Причина возгорания и ущерб от него устанавливаются. Погорел на любви к шоколаду. Тольяттинские полицейские задержали 30-летнего безработного местного жителя. Он подозревается в ограблении магазина. К правоохранителям обратилась сотрудница торговой точки на улице Ленина с заявлением о краже шоколада. Скоро, недалеко от магазина, сотрудники вне ведомственной охраны задержали подозреваемого, у которого и обнаружили пропажу. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Солнечную и Ташкентскую соединят на следующей неделе. На сегодняшний день не готов только 30-метровый участок дороги. Провести работы здесь мешали теплосети. На минувшей неделе теплосетевики закончили переустройство линии. Это позволит доделать оставшийся участок и завершить соединение. В результате будет свободный проезд по Солнечной напрямую, минуя объезд по Демократической. После этого строители приступят к установке бордюрного камня и устройству тротуаров. В турецком городе Самсун завершились 23-е летние сурдолимпийские игры. Всемирные игры для глухих и слабослышащих спортсменов. Россия с большим отрывом лидировала в медальном зачете. В общую копилку наград вынесли свою лепту и самарские сурдолимпийцы. Они завоевали в общей сложности 8 медалей. На Самарском вокзале их встречали как настоящих героев. Чемпионов и призеров поздравил и корреспондент событий Олег Зверев. Их встречают с цветами и подарками, как героев спорта. Сборная России стала лидером в медальном зачете на 23-х летних сурдолимпийских играх. Это всемирное соревнование для глухих и слабослышащих спортсменов. Самарскую область в турецком Самсуне представляли 19 человек. Из них 14 непосредственно спортсмены-участники. Велосипедистка Ксения Калибина день за днем приходила к финишу четвертой. Она тренировалась на шоссе, а на играх выступала на маунтинбайке, горном велосипеде. И вот в решающий день завоевала сурдолимпийское золото. Ксения жестами рассказывает, что не ожидала такого результата, а когда вручали медаль, плакала от счастья. Золотую награду сурдолимпиады она считает одним из самых важных достижений в жизни. Те же эмоции и у других спортсменов. Самарская сборная в этом году выступила с небывалым успехом. И вот эти 14 человек, 14 ребят завоевали на сегодняшний день 8 медалей различных достойностей. 3 золота, 3 серебра и 2 бронзы. Ну, сказать, что мы рады, ничего не сказать. Прекрасно выступила команда и сборная России Самарской области. Я очень благодарна всем, кто готовил ребят, их тренерам, школам, самим ребятам за огромный труд. 23-е сурдолимпийские игры проходили в Турции в городе Самсуне и завершились в эти выходные. Несмотря на трудности, которые требуют игры такого уровня, впечатления самые лучшие. Виталий Гузминков – серебряный призер по греко-римской борьбе. На играх было несколько принципиальных соперников. Виталий рассчитывал на золото, но по сумме баллов оказался вторым. Я хотел просто быстро взять, слезть с пьедестала и поехать домой. Одна цель – домой приехать. Давно не видел никого. Ну, я когда вторым стал, я вообще думал, что я проезжал. Вообще, ну, не верил, что я второе место занял. И я так был уверен на победу. Сегодня, когда эмоции уже позади, Виталий понимает, что золото у него еще впереди. Ведь это не последние сурдолимпийские игры в жизни. А дома их уже встречают как победителей, которые сейчас на самом пике своей карьеры. И на таких играх личным примером доказывают, что в сурдолимпийском спорте неограниченные возможности. Олег Зверев, Константин Головин. События. Самарские спортсмены продолжают радовать своих болельщиков. Накануне нужную победу одержали крылья советов ФНЛ. Медали привезли фехтовальщики и легкоатлеты с чемпионатов разного уровня. Подробнее Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Павел Сухов – бронзовый призер чемпионата мира по фехтованию. Самарские легкоатлеты – чемпионы страны. Крылья советов – третьи в футбольной национальной лиге. Крылья советов на выезде обыграли подмосковные химки в первенстве страны футбольной национальной лиги. Забивать Самарский клуб начал только в начале второго тайма, отличился Сергей Самодин. Во второй раз оборону хозяев поля удалось прорвать спустя четыре минуты. Гол на свой счет после рикошета от защитника химок записал Евгений Башкиров. 2-0. Первая победа на выезде и крылья взлетели с восьмого на третье место ФНЛ. Впереди Балтика из Калининграда и Астраханский Волгарь. Кстати, следующий матч Советы сыграют на Металлурге с лидером первенства 5 августа в субботу в 19.00. Самарские легкоатлеты завоевали четыре медали на чемпионате России в подмосковном Жуковском. За награды сражались сильнейшие спортсмены страны из 70 регионов. В жесточайшей конкуренции самарцы оформили золотой хет-трик, а на Авдеева сильнейшая в толкании ядра – 18 метров и 5 сантиметров. Быстрее всех за 13 секунд 100 метровку с барьерами пробежала Анастасия Николаева. Еще одно золото у Валерии Храмовой на дистанции 400 метров с барьерами. Софья Палкина завоевала серебро в Ментании молота. Она отправила спортивный снаряд на 68 метров и 42 сантиметра. Самарец Павел Сухов в командном зачете выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по фехтованию. В Лейпциге, Германии за награды боролись 38 стран. Россияне по ходу турнира обыграли сборные Ирана, Израиля и Украины, действующего чемпиона мира. В полуфинале команда Сухова проиграла в упорной борьбе олимпийским чемпионом французам 43-45. В поединке за третье место праздновали победу над венграми. Сборная России по шпаге поднялась на пьедестал почета чемпионата мира впервые после 2003 года. Напомню, в июне этого года Павел Сухов завоевал золото командного турнира чемпионата Европы. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!